Выбирать моды на прохождение, вышедшие в 2019 довольно сложно. Это как два стула с пиками и с сами знаете чем. Везде по оценкам всё плохо. Но сегодня я всё-таки принял решение сыграть в мод The Second Son. Мод поведает нам историю бывшего свободовца по кличке Угрюмый. Главное задание которого это найти и убить бывшего члена синдиката Маркуса. Я немного поиграл в этот мод и пока что мне нравится. А если понравится вам это видео и вы захотите продолжение этого прохождения, то с вас лайк, ну и подписка по желанию. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Вот и у меня случилось так же. И почему остальным постоянно дают простые задания, а мне какое-то дерьмо? К примеру, кто-то пойдёт убивать ушлого торговца, а Угрюмый непременно полезет в самую жопу войны группировок. Сейчас же моё задание с самого начала не показалось обыкновенным. Маркус, обычно отбившийся от рук Мерк, послал синдикат, собрал людей и захватил порядком так территории. И кто же должен его убить? Конечно, Угрюмый. Да каждый день. Чудесное спасение, выяснить, что произошло. Угрюмый, какой-то я лысый из Браздерса, а не Угрюмый. Так, ну и давай поговорим, метка у нас указывает сюда, вот на этого сталкера. Аист, приветствую. Что происходит? Как и здесь оказался? И кто ты? Тише, парень, тише. Ты в безопасности, по крайней мере, больше не в плену Маркуса. Ребята волка из лагеря неподалёку решили устроить нападение на лагерь наёмников под покровом ночи, но, как обычно, всё пошло не по плану. Не знаю точно, что там было, но вернулись они с тобой на плечах, а мы у тебя выходили. Вот чёрт, что это за места и где у вас тут рация? Ууу, да ты, видать, не знаешь, что тут происходит. Не так давно приличную часть зоны осаждает Маркус. Всё, что нам известно, это то, что он был головой северо-восточного отделения синдиката. Затем отклонился от них вместе с группой верных соратников. А рация? Тебе нужно в лагере волка, там и связь найдёшь, и спасителей своих при встрече поблагодаришь. Как надумаешь, заходи. Ага, да, он мне патроны 918, бинт, антирад, аптечка, детектор отклик, патроны 919 опять и ПБ. Зачем ты мне разных калибров дал, спрашивается, не знаю, ладно. Так, он говорит, всё обдумать, а это чё значит? Нифига, у нас тут локации, это чё, это разные локации или это одна и та же? Кстати говоря, писали то, что в этом моде много беготни, но потом я вычитал то, что тут вышел какой-то апдейт, либо фикс, который добавляет проводников. Соответственно, мне немножечко будет попроще и светлая память тому, кто проходил это без проводников. Какой-то дурман есть. Приветствую, есть какая-нибудь работёнка для меня. Ты как раз вовремя, мне подзарез нужен один артефакт, заказали с большой земли. Он находится в огненной аномалии неподалёку. Как выйдешь с базы, сразу увидишь, как будто когти земляные торчат. А наша, блин, тоже. Сказал бы, что средь чистого поля лежит ящик консервов, побежали бы, как псевдопсы за плотью. Ну так что, ты в деле? Ладно, жди, скоро буду. Ага, вот мы получили наше первое задание, может быть ещё у кого-то есть задание? У тебя, например? Нет, ты не говоришь. Ладно. Так, находясь в аномалии неподалёку. Аномалия глотка есть и кислотное озеро. Но полагаю то, что глотка, ну вон оно, да. Это, в принципе, очевидно. У меня есть детектор отклик, надеюсь, этого хватит, чтобы найти этот артефакт. Потому что, мало ли, для него нужен артефакт получше. Ой, фу, детектор получше. Кстати, тут кто-то около аномалии гуляет, сейчас мы с ним поговорим. Но сначала давай всё-таки найдём артефакт. Артефакт найден. Так, а что это за человек у нас здесь разгуливает? Слышишь, товарищ, ты кто? Ха, говорить он со мной не хочет. Ну, по крайней мере, у него нет диалогов. И тут возле остановки труп какой-то. Труп Долговца Богдан Пескарь. Заблокированный ПДА. Зашифрованный ПДА, на задней стороне которого имеется наклейка с надписью «Срочно отнести полкану на ремстройбазе в Кулу Гривне». Я чуть вместо полкану толкану не прочитал. Ну и тут по мелочи там еда и так далее. Я вообще шёл в сторону остановки. Может быть тут какая-то нычка есть или ещё чего. Но нет тут, кажется, ничего. Я по поводу артефакта. Нашёл? Да, держи. Спасибо тебе, мужик, выручил. А то меня уже заказчик трес по полной. Арт-то простой, а? Что это разглагольствоваться? Вот, держи заслуженную награду. Денег немного и координаты тайника. Припас на чёрный день. Но раз такое дело, отдам тебе. 1500 и тайник. Тайник очень рядом. Пойдём сходим. Так, у нас тут антирад, комбезыря, аптечки, бинты. Всё, в общем, как полагается. Теперь у нас появился броник и это хорошо. Я всё обдумал, как мне попасть к волку. Отлично, дойдёшь до нашего проводника. Он обосновался тут, неподалёку. Если что-то не так, возвращайся в лагерь. Ага. А проводник у нас вот здесь. Так, проводника здесь нету, зато тут есть кабаны. Ой-ёй, а кабанов-то до хрена, а? Давай это, вскроемся от них. На палатку? Нет, на палатку не получится. Давай вот сюда взберёмся. Оп, давай. Нормально. Всё, кабаны меня тут точно не достанут. Давай их начнём отстреливать. Так. А, вот он, судя по всему, этот проводник. Поговорить с Айсом. Задание выполнено. Найти проводника. Хорошо. Но с кабанами я всё ещё не разобрался. А может быть и не нужно, потому что половина кабанов что-то свалило. А с кабанов, в принципе, ничего и не дропается, чтобы такого, ну, полезного подобрать. Соответственно, я просто трачу на них патроны впустую. У проводника тут реально ничего нету. Тихо, тихо, тихо. Не кусай, я пошёл уже. Давай. Так, здорово. Плохие новости. Ваш проводник, судя по всему, стал обедом для кабанов. Вот чёрт. Надо будет послать ребят, чтобы забрали тело. И так люди на счету. А тут ещё и проводник. Но тебе, как мне помнится, нужна связь. По нашей рации мы связались с волком. Достаточно сильной аппаратуры, которая сможет достать за пределы периметра, у них нет. Но тебе стоит появиться в том лагере, если ты хочешь выбраться из зоны. Иди вдоль тропинки, идущая от вон той аномалии. Понятно. Ещё бы вспомнить, что было со мной после. В общем, тебе не стоит знать. Удачи. Ясненько. И в итоге мне один хер бежать, хер знать куда. Вроде завезли проводников, но проводников съели. Справедливо. Нормально. Итак, появились мы рядом с разрушенной казармой, которая выглядит как брахолка. Так, и с кем мне тут поговорить с тобой? Волк. Приветствую, я угрюмый. Айс должен был обо мне предупредить. Ах, да, это ты. Что ж, лишние руки нам никогда не помешают. Но для начала нам нужно прояснить одно дело. Айс сообщил мне, что в вашем последнем разговоре ты что-то не договорил, да и вообще не представился. Не удивляйся, вести среди сталкеров разносятся быстро. Необходимость. Поверь мне, пока мы не поймём, кто ты и что от тебя нужно было Маркусу, мы не сможем тебе помочь. А ты нам. Так что? Хм, ладно, уже хуже всё равно не будет. Я из северо-западного отделения синдиката. Там мне было поручено найти и убить Маркуса. Кстати, это же твои ребята меня нашли. Всё, что было позже моего отправления на задание, я не помню. Ты можешь мне как-то помочь? И дали нам дропе обрез. Боюсь, что не скажу тебе больше Айста. Кроме того, что когда ребята зашли на территорию склада контейнеров, это главный лагерь Маркуса, то врубилась сирена. Они увидели тебя, ну и решили не оставлять. Понятно теперь, что хоть немного что-то проясняется. Думаю, я смогу вам помочь в вашей войне с наёмниками, так как мой контракт ещё не выполнен. Что ж, это просто отличные новости. А сейчас отправляйся в наш западный лагерь. Их нынешний лидер, мой давний знакомый, он долго копал под Маркуса и думаю, что-то откопал. Я помечу тебе на карте их лагеря. И, кстати, советую заглянуть к людям в этом лагере. Много кто сейчас может дать тебе работу. И возьми мой дробовик с пистолетом, который дал тебе Айст. Долго не протянешь. Кстати, загляни к медведю, ему нужна помощь с какой-то проблемой. А, Юра Шатунов? Кого? Чего? Да сколько можно? Нет, не Юра, обознался ты. Ну, что ты сердишься сразу? Извиняй, похоже вы. Чего? Это какой-то странный диалог был. Есть работёнка? А как же, работа есть всегда. У нас недавно убили сталкера, сейчас ведём собственное следствие. А люди лишними не бывают. Всех подозреваемых пока держим в яме. Это у нас такой аналог обезьянника. Ладно, рассказывай. Подозреваемых трое. Татарин, Хасан и Вертолёт. Хасану он должен был крупную сумму денег, но, как мне известно, большую часть выплатил. Вертолёт, бывший бандит. У него тоже были свои тёрки с убитым. А Татарин, его бывший напарник. Советую поговорить с людьми в лагере, может кому-то что-то известно. Ясно. Так, ну давай-давай, поговорим тут со всеми. Ты кто? Колпак. А, ага, это проводник. Это у нас тут что такое? Счастливое воссоединение Кардана и Азота? Кардан ничего не говорит, а Азот... Здорово, а ты кто? Привет, я Азот, техник местный. Вон сидит мой друг, Кардан. Не так давно я обитал на Янове, а он на Скадовске. Судьба свела, свиделись, дружились. Вместе у нас такой арсенал инструментов скопился, что решили машину собрать, которая под условия зоны будет заточена, но не задалось. А потом решили сюда перебраться, вот и вся история. Ясно. Ясненько, понятненько. С кем тут ещё побазарить можно? С тобой? Алхимик. Привет, а ты кто? Приветствую, я тут недавно. Приехал исключительно для того, чтобы на основе артефактов зоны сделать лекарства для Большой Земли. Также при своих путешествиях ты можешь заметить, что укрытий от выбросов на данных территориях не так много. Поэтому могу предложить тебе купить анабиотики, вещества, позволяющие пережить выброс вне укрытий. Тут всем жить хочется, а не у всех есть система выброса от вода. Как у долга. Кстати, интересное устройство, можешь сам в этом убедиться. Ясненько. А не найдётся работы? Конечно, найдётся. Я прибыл сюда исключительно с целью изучить полезные свойства артефактов, усилить их и привести на Большую Землю. Конкретно сейчас мне нужны артефакты Лунный Свет. Я хочу немного изменить его свойства, чтобы вправлять душевнобольные мозги или хотя бы облегчить их участь. Возьмёшься? Конечно, как найду, принесу. Вот и отлично, буду тебя ждать, но не медли. Ясно. Здоров, не слыхал чего по убитому сталкеру? Здоров, я сам в лагере недавно. Нет, ничего не знаю. Ясно. Так, с кем тут ещё можно побалакать? С вами? Медведь. Работёнки не найдётся? Выяснить, все полутрупы приходят с ближайшей кучей хлама. Сходишь, выяснишь, что там происходит. Ладно, давай, карнаты. Держи, и жду тебя с докладом. Здоров, не знаешь ничего по убитому сталкеру? Здоров, слыхал, что у татарина проблемы на Большой Земле. Ладно, и на том спасибо. Да, чё тут? Это моё личное хранилище, как я понимаю. Здорово. Коркин. Это торговец? В принципе, с торговца чё спрашивать нечего. Дальше. О, это я стырю, а ты кто? Цирюльник. Есть работа? Есть. Недавно один из наших возвращался с глубокого рейда и облучился. Он принёс несколько хороших артефактов, но там нет ни одного выводящего радиацию. Пронеси хотя бы выверт, иначе ему не жить. Хорошо. А, не знаешь ничего по поводу убитого? Здорово. Слыхал, что убитому артефакт помогал реализовывать наш Коркин, а он его нашёл после вылазки со своим другом Татарином. Спасибо, думаю, эта информация пригодится. Поговори с волком теперь у нас по поводу расследования. Надо. Я по поводу убийства. Что-то выяснил? Ага, и мы можем кого-то из них сдать. Да, убийца Хасан, свидетели сказали мне, что он убил сталкера за оставшийся долг. Да, убийца Вертолет, мне удалось выяснить, что он убил сталкера из-за старых тёрок. Да, убийца Татарин, медведь сказал мне, что они недавно ходили в аномалию и нашли дорогой арт, и убитый должен был его реализовать. Насколько мне известно, у Татарина проблемы на большой земле, а тот сталкер собрал своего кинуть. Хоть и товарищей, тогда Татарина и не выдержал. Хм. Давай Татарин. Это, это, все народы хороши, а Татары от души, поэтому не бейте. Да уж, товарищи, но и тот сталкер неправильно поступил. Ладно, Татарина мы расстреляем, надеюсь, ты не прогадал с убийцей и невинный не погибнет. Да, всякое в жизни бывает. Стой, сам подумай, у Татарина проблемы были, а его друг подставил. Тут любой бы не сдержался, ты бы его отпустил, пускай на волю вступает. Давай вот это ответим. Да, в чем-то ты прав. Эх, черт, отпустим Татарина, спасибо за расследование. Две тысячи он дал. Не знаю, правильно я поступил или нет, как говорил стрелок, да? Не знаю, правильный выбор я сделал или нет, но я его сделал. Еще работы не найдется? Найдется, у нас цирюльник удумал один пойти с бандитами воевать. Слушай, ты уже достаточно помог нам, прошу, сделай это еще раз, отговори его. Ладно. А, ну и пойдем укроемся от выброса. Переждать в укрытии. Да, классно, укрытие под открытым небом, но я тут посижу с вами. Все, выброс прошел, можно идти базарить дальше. Привет, я слыхал, ты хочешь пойти с бандитами воевать? Да, и что с того? Никто не хочет идти со мной, так я сам справлюсь. Перемири у нас с ними, ага, сейчас. Вспомню, как они нас с мужиками в концлагере на кладбище техники держали, аж вздрогну. Никто меня не отговорит, и тебе не удастся. Но ты сам подумай, у тебя разве броня? Ты будешь один, а их много, оружие-то у тебя есть? Броню можно и получше найти, а оружие, конечно, есть. Но, чтобы броню купить, нужны хорошие деньги. А оружие у тебя какое? Ты же медик, ты хоть знаешь, с какой стороны за него правильно взяться? Ну, у меня еще время есть. И броню куплю, и со стволом ладить научусь. Время есть. Профессионалов на это годы уходят. А ты ишь, какой быстрый. И сам подумай, бандиты могут быть к тебе беспощадны. Ну, прямо так беспощадны. Ждать за каждым кустом. Ты сам говорил про их бесчеловечность в концлагере. Ай, шут с тобой уговорил, не пойду я никуда. Здесь я народу нужнее, а смерти моей никому легче не станет. Ой, а че так ярко? Я уговорил цирюльника остаться. Угрюмый, спасибо тебе, куда бы нам воевать без медика? Но удружил, держи награду. 1500, кек, просто топовое задание. Так, найти причину зомбирования сталкеров, выверт и лунный свет надо найти. У нас аномалии тут есть. Лагерь охотника, аномалии мыльные пузыри, национальный парк в окрестностях потоков. Наверное, тут я найду выверт, а тут лунный свет. Ну, это не точно, ладно, посмотрим. Так, я на месте. А, да смотри, сидит уже чмоня. Давай сейчас подкрадемся к ней и с дробовика всадим. Подкрасться не удалось. Как же ты долго стреляешь. Ладно, аптечку израсходуем. Все, контролер убит. Это и была причина зомбирования сталкеров. Давай обыщем эту точку, может быть тут какие-то тайники есть, я не знаю. Хотя, это вряд ли, ладно. Давай сразу заглянем вот сюда, в аномалию. Национальный парк. Интересно, что можно таким названием назвать вообще? Что там за аномалия-то такая? Здорово, пацаны. Сидят здесь долгари, смотри. Рядовой Иванов, а ты кто такой? Капитан Цибулько. А что не толкан? Ой, полкан. Я бы тебе КПК отдал. Интересно, а где этот полкан-то, которому нужно КПК отдать? Так, ну и что, национальный парк? Что-то как-то... А, понял. Аномалии, вот они уже. И тут что-то есть. Ну, это так, к слову. Какашка, ясно. Угу. Нашел какую-то хрень. Вместо нормального артефакта. Сгоняем сразу. Это что, в окрестнице потоков? Нет, мне не надо. Давай на аномальные мыльные пузыри. Так, там у нас опять... О, смотри, смотри, уже ищет, ищет в аномалии. Слышь, ты, ищейка вонючая. Это моё, не твоё. А тут в аномалии нихрена и нету, кажись. Смотри, ля. Этот питоч уже всё вытащил отсюда. Я так думаю. Слышь, чурка вонючая. Питоч, такой питоч. А, ну этому... Это что, солнцу поклоняется? Ну, похоже на то. Реально, можно вот так вот сесть и сфоткать. Не, подожди. В Доморекорд залететь и вот так вот сфоткать. Поклоняюсь тупо солнцу. Нормально. Не понял, подожди. А чё тут два умерших сталкера? Кек? Кек? А чё они тут лежали? Ещё и с одинаковыми оружиями. Ну, я тогда тозик возьму, нормально чё. Остальное потом продадим. Так, в лагере охотников есть один сталкерок. А, охотника, а не охотников. Ну, понятно. Корень. Здоров, а ты кто? Здоров, я охотник местный. Я занимаюсь отловом и отстрелом местной фауны. Отстреляю любое логово и поймаю любого мутанта за определённую сумму. Кстати, отлавливаю только детёныши. Взрослых поймать никто не возьмётся. Буду иметь в виду. Ага. А, то есть мне тут дадут квест когда-нибудь, где нужно будет ловить детёныши. Мне придётся к тебе обращаться, но я поржу с этого. Чё, у тебя ничего интересного тут нету? Нету. Ладно, возвращаемся на базу. Так, куда этот чуркобес собрался? Слышь, ты, бубылда. Стоямба. Я тут к тебе, между прочим, пришёл. Сдать вот это вот тебе. Тысяча рублей плюс. Вот этого держи, двести рублей. Не знаю, стоит ли у тебя вообще что-то покупать. Противогаз разве что я покупил. Ну и пока что всё. Дроби хватает, патрону хватает, всего хватает. Ладно, это мы выбрасываем, это мы выбрасываем. И надо зайти к технику, починиться. У кого лучше чиниться, у азота или у кардана? Давай посмотрим. Азот возьмём за ремонт 280 рублей, а кардан 280. Ладно, пофиг, чинимся так. Чё это вы? Чё это вы? Ааа, я тут говна на выбрасывал и вы затрагерились, понял вас. Так, тозик, можно тозик прокачать, чтобы вообще топовым был. Или броник облегчить хотя бы. Химзащита, радиозащита, переносим вес, плюс будет. Во, и броню вот так вот сделаем. И тозик давай вгрейдим. Надёжность, минус масса, плюс надёжность. Настильность, отдача, настильность. Точность или удобность? Удобность, конечно же. Удобность или отдача? Отдача, отдача. Надёжность или настильность? Хм. Тоз и так надёжный, поэтому настильность. Всё, просто лучший дробовик в мире. Прямо сейчас у меня в руках находится. Грейджиный, мать его, тозик. Так, чё там, кому надо было сдать квест про контролёра? Тебе, да? Я по поводу задания. Удалось что-то выяснить по зомбированным сталкерам? Да, это был контролёр. Надо будет высылать на разведку отряды побольше. Кардинат тайника и 5К. Тайник у нас далековато, но а чё поделать? Сбегать всё равно придётся. Так, ну тут выверт и, опять же, лунный свет. Это я не скоро найду. Ну и чё, мне по сути надо это, в окрестнице потоков. Я вот ещё за тайником сходил. А в окрестнице потоков я и пешочком схожу. Чё, мне не трудно. Вот тут у нас тайник, судя по всему. И я уже жалею, что я пришёл за этим тайником. Потому что он какой-то такой себе. Гранаты и противогаз, которые я только что купил. Ты рофлишь. Ладно. Короче, меня почему-то не пускают на ту локацию. Я уже, ну, раза три попробовал. Перешёл в первый раз, у меня чёрный экран. Перешёл в второй раз, у меня чёрный экран. Загрузил автосейв с той локации, у меня чёрный экран. Поэтому я сейчас вернусь на базу и попробую через проводника подействовать. Если это не сработает, то всё плохо, чем могу сказать. Но сначала давай поговорим с торгашом. Продадим вот это. Здорово, можешь отвезти до пожар... Не, подожди, до пожарной станции. Какая нахер пожарная станция? Нужна она мне? Нет, не нужна. А в чём вопросы тогда? Заслон, потоки. А чё такое? А, вот тут ещё до хера квестов. Хи. Ой, каких квестов? Локации я хотел сказать. Ну, допустим, подожди, давай. Две тысячи. Пойдём. Окей, до пожарной станции он меня довёл. Где я появлюсь? Не рано ли я сюда наведался? Я появился на местной базе сталкеров. Но я не хочу. Я хочу. Я сюда перешёл чисто, чтобы на потоки перейти. Интересно, хотя бы вот этот переход сработает. Чи не. Вот грузится деревня. И, и... Ясно, у меня опять чёрный экран. Ну, у вас просто зависший загруженный экран. Что с этим делать? Я не знаю. Если кто знает, пишите в комментариях. Но я на этом с вами прощаюсь на этой печальной ноте. Может, из-за того, что я на Steam-версию поставил. Я просто чё-то как-то не обратил внимания. Там где не написано, что она совместима, несовместима со Steam-версией. Хз. Потом поставлю на пиратку, переиграю. Ну, а пока, чуваки, всё. Большое спасибо всем, кто смотрел. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. А также подписаться. Могу на нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на них в описании. И напомню про... Я думаю, уже и так многие знают. Но для тех, кто не знает. Я хочу попробовать набрать 100 тысяч участников в группе до того, как на канале будет 500 тысяч. Поэтому, если вы ещё не подписаны на группу, то обязательно подписывайтесь. Всё. Спасибо ещё раз. И пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok